Привет, призыватели, и добро пожаловать в перевод видео про гайдс. С вами команда RideUp, и сегодня мы поговорим на тему, которая не поднималась ранее. Вы часто спрашивали, что такое темп. Слово темп пришло в английский прямиком из итальянского, когда они разговаривали еще на латыни. Слово темп первоначально использовалось для описания шкалы времени, звучания музыки или ее скорости. Вам понравилось, что мы загрузили это на полном серьезе? На языке Лиги Регент темпы это то, как быстро мы можем попасть на карту и установить контроль первым. Если говорить в двух словах, установить контроль, это если думать о времени как о ресурсе, и о том, как его получить больше, нежели ваш оппонент. А сейчас вопрос дня. Если бы каждый чемпион участвовал в гонке, кто бы по-вашему победил? Лично я возьму Рамуса, его способность крутиться привела бы меня к победе. Окей. Но прежде чем мы начнем, убедитесь, что подписались на ютуб и наши группы ВК. Также хочу напомнить о том, что у нас проедет небольшой розыгрыш на полторы тысячи подписчиков на ютубе. А также не забудьте ответить на вопрос дня. Для нас каждый ваш комментарий очень важен. Ну а теперь давайте вернемся к теме нашего видео. Для того, чтобы начать обсуждать темп, нам нужно иметь представление о том, почему это важно и как это может выглядеть в игре. Как мы говорили ранее, темп это как быстро вы можете попасть на карту и установить контроль относительно вашего оппонента. Причина, почему темп так важен в Лиге Легенд связана с тем, что это влияет на сколько больше ты сможешь сделать, прежде чем противник сделает свой ход. Представим следующее. Мы видим, что все три линии синих сильно запушены. Соответственно, они могут бэкнуться на базу одновременно. Вся красная команда стоит под башнями, ожидая волну. Так они являются более слабой командой и не могут начать запушивать. Как только они защищают волну под башней, они бэкаются, убедившись, что башни не упадут, а после уходят на закуп. Как мы видим на следующем кадре, синяя команда уже на карте защищает новую волну. Пока лесник и саппорт отправились в лес красной команды и установили там вижн до того, как красная команда появилась на карте. Синяя команда может защищать волны и у них выйдет в лесу красный, убивая ничего не подозревающих противников. Потому что синие сильно впереди по темпу. Это утопическая ситуация в Солоку. Надеюсь, это хороший пример, чтобы действительно понять концепту, что такое темп. Теперь, когда у вас есть общее представление о том, что такое темп, мы хотим дать вам пару сценариев, которые вы сможете применить в своих играх. Сценарий номер 1. Вы играете за Кэтлина Треша против Люциана и Браума. Если Кэт убивает Браума или получает ассист и уровень 3. После которых вы решаете пушить волну до башни и у вас есть 900 голды, а ваши хп и мана на 65%. Теперь же вы, ребята, решаете остаться и снять пару пластин, продолжив лейнинг до прихода Люциана и затем бэкнуться. Люциан возвращается с длинным мечом, а Браум с красным вордом. На данный момент вы, возможно, совершили даблкил. Вы имеете преимущество по голде. На самом деле вы в проигрыше, потому что остались запушивать волну, вместо того, чтобы вернуться на базу. Теперь Люциан и Браум имеют преимущество в предметах и будут навязываны в файт, в котором выиграют. Даже если у них этого не выйдет, они будут мешать вам бэкаться. После этого они получат преимущество по темпу, начнут запушивать вашу башню, снимать пластины и расставлять ворды. Что ж, как же избежать этой ситуации? Просто после убийства Люциана и Браума допущите линию до вражеской башни, а затем зайдите в кусты и бэкнитесь на базу. Есть вероятность, что вы снизите свой темп, но у вас будет полное хп и предметы, которые дадут вам вернуть свое преимущество. Помните, что это работает на миде и на топе. Теперь, когда мы поговорили про фазу лайнинга, давайте вернемся к командному сценарию. Ваша команда только что выиграла тимфайл и решила не брать барона, а вместо этого запушить мид в пятером. Вы, ребята, уничтожили Т2 и Т3 вышки и начинаете битинги биттер, однако вражеская команда уже воскресла и идет к вам. Поскольку ваша команда перенапрягается и уже ничего не остается, вы все умираете и теперь вражеская команда направляется к барону и забирает его. Теперь давайте рассмотрим альтернативный вариант. Даже если вы уничтожили вражеский ингибитор, вас будут преследовать и загонять под Т1, где вы сможете бэкнуться. В данном случае ваша команда значительно отстанет в темпе. Теперь вражеская команда установила ворды на речке и в вашем лесу. Если поджидать вас будет не вариант, то они спокойно возьмут барона. Когда ваша команда вернется с бэка, вам нужно будет вернуть себе темп, где легко может случиться провал, так как вы, ребята, идете вслепую. Как этого можно избежать? Вариант номер один. Просто взять барона и бэкнуться, потому что вся вражеская команда мертва. Но иногда бывает невозможно из-за ряда обстоятельств. Например, слишком маленький уровень или просто не хватает дамага. Вариант номер второй. Ваша команда идет по миду, вы можете просто уничтожить Т2 и Т3 и мгновенно бэкнуться, не уничтожая ингибитор. Вы тоже потеряете несколько тавров, однако вы вернетесь с полным здоровьем и новыми предметами, так как вы выиграли предыдущий тимфайт. Важным моментом здесь является способность поймать тайминг вашего бэка и возрождение вражеской команды. Вот почему темп очень важен, когда вы берете вражеский ингибитор в середине игры. Вы никогда не должны задерживаться, чтобы добить ингибитор. Вместо этого осознайте, что враг перехватит вас и наберет серьезный темп, опередив вас. Для нашей третьей ситуации, давайте рассмотрим вариант, когда мы хотим наказать вражескую команду после того, как потеряли объект. Предположим, что вы только что проиграли тимфайт и вражеская команда пошла брать барона. В то время, пока они берут барона, вся ваша команда возродится, еще до того, как они бэкнутся. Теперь, вместо того, чтобы бежать в сторону барона, где установлены вражеские ворды, идите во вражеский лес двумя или тремя основными чемпионами из своей команды и расстановите ворды по всей территории. В этот момент вы можете поймать вражеского саппорта, который расставлял вижн. Это даст больше времени для фарма или возможность провести тимфайт 5 в 4. Восстановить темп очень сложно даже на высоком уровне соревновательного геймплея. Но идея стоит в том, чтобы сгруппироваться и задавить числом. Запушить волну, чтобы выиграть вражескую команду. Зачищайте вражеские ворды и расставляйте свои. После этого саппорт бэкается на базу за вордами, в то время как все остальные сдерживают волны. И вы повторяете этот процесс до тех пор, пока ваша команда медленно восстанавливает темп. Мало вероятно, что это сработает в соло-ку, потому что люди нетерпеливые. Но мы просто хотели показать это. Эта стратегия легко выполняется в соло-ку или же в соревновательных играх. Вы можете заметить сходство с третьей ситуацией, которую мы показывали ранее. Но идея, лежащая в основе этой концепции, играет в совершенно противоположную сторону. У вражеской команды есть план. Скажем, к примеру, они решили нарастить темп на боте. Вместо того, чтобы снять вижен и проверить дракона лицом, откажитесь от него и установите вижен на топе. Есть много способов обойти потерю темпа, но это, безусловно, самый простой. Если, конечно, вам не нужно забрать объект на той стороне, где вы потеряли темп. Создадим сценарий для этого. Скажем, вражеская команда имеет полный контроль леса со стороны вашего бота, чтобы взять третьего дракона. Вместо того, чтобы попытаться восстановить контроль над этой областью, вы можете пойти на топ, чтобы поймать загулявшего топера. Как только вражеская команда возьмет третьего дракона, они бэкнутся и начнут запушивать топ лейн. В это время вам нужно будет бэкнуться и установить свой контроль, попутно зачищая их, установив полный контроль на бот лейне. На высоком ЛМ, те, кто проигрывают, всегда играют по вражескому топ лейнеру, потому что он изолирован от своей команды. Просто имейте ввиду, что проигравшая команда, как правило, жертвует объектами, чтобы пофармить и немного вернуться в игру. Поверьте, никогда не стоит забывать об этом. Оглядываясь назад, мы должны понимать, как важен темп, о чем игроки соло-кью должны помнить все время, независимо от счета. Если вы в состоянии отслеживать темп игры и вражескую команду, то у вас всегда будет преимущество, чтобы подловить их на таких ошибках. В конечном счете, вы заберете все преимущество себе. На этом мы с вами прощаемся. До встречи в следующем видео, но не забывайте подписываться и ставить лайк. Ну и конечно же, розыгрыши на полторы тысячи подписчиков. Всем пока!